Приветствую всех на канале Лего Мастер и сегодня у нас будет второе экспериментальное видео по оценке ваших анимаций. В этот раз мне прислали ссылочек немножко поменьше, сегодня 13 мультфильмов, которые просили оценить. На самом деле писем ко мне приходит очень много, не только связанных с анимацией, и есть небольшая доля вероятности, что я мог пропустить ваше видео, которое вы мне прислали. Надеюсь, что это не так. Если вдруг я пропустил ваше письмо, то пожалуйста извините, постараюсь как-то в третьем видео, если оно конечно будет ваше видео оценить. Я буду смотреть только на техническую сторону мультфильма. Итак, поехали. Комментарий, который не очень относится к технике съемки мультика. В данном мультфильме это очень долгое вступление, очень долгая заставка. В начале очень хорошие и интересные планы, такая замануха интересная, а вот потом все идет гораздо хуже. Добавлен футажик снега, это всегда хорошо влияет на картинку, но когда это к месту, естественно. Что сразу бросается в глаза в этом мультфильме? Это очень темная картинка. Я так понимаю, что это обусловлено обстановкой, как бы. Ребятам хочется показать, что это метро, это темно и так далее. Но я повторюсь, смотреть это очень неудобно. Да, темно, но все-таки зритель должен понимать, что там происходит. Когда на экране происходит какое-то действие, но зрителю приходится напрягаться, приходится понимать, высматривать, что же там происходит на экране, это всегда плохо. Тут хочется всегда найти грань, когда вроде как бы и темно показать, темное помещение. Но и все-таки зритель должно комфортно на это смотреть. Простенький прием. Статичный кадр, добавление анимации рта у персонажей и немножко увеличиваем, двигаем кадр туда-сюда. Это не анимация. Еще раз повторюсь, в этом мультфильме проблемы с цветокоррекцией. Едет тележка, едет по туннелю. Но мы видим, что только дрожит тележка, персонаж там немножко крутит головой. На эту анимацию, как я понимаю, потратили 2-3 кадра, которые в дальнейшем размножили и вот растянули на весь разговор. Работа нехитрая. И опять повторюсь, постоянно во время просмотра мне не дает покоя картинка. Очень темная, невнятная. Но не видно ничего, это просто тяжело смотреть. Примерно полторы минуты идет диалог. И все это иллюстрируется у нас теми же самыми тремя, ну пусть шестью кадрами, которые использовали авторы. Ну полторы минуты, ребята, полторы минуты я могу снимать неделю. А вы здесь потратили ну сколько времени. Но зато супер диалог, конечно, это здорово. Я считаю, что это не анимация, это явная халява. Время от времени картинка в этом мультфильме, она радует глаз. Есть какие-то спецэффекты, работа со светом. Если смотреть глобально, то работа с светокоррекцией, она есть. Она может быть неправильная, но она есть. Это хорошо. Но вот анимация, сама анимация, она очень скудная. Постоянные статичные сцены, которые пытаются авторы компенсировать движением, кадром, увеличением кадра, уменьшением. Там влево-вправо кадрик подвигали. Ну что-то такое. Иногда рот там персонажа открывает. Чисто мое мнение по мультфильму, очень тяжелый для визуального восприятия. Я так понимаю, что он сделан для фанатов метро. Авторы, скорее всего, сделали ставку на диалоги. Но неплохие попытки работы с плагинами. Вы там свет добавили. Если глобально смотреть на мультик, то он смотрится достаточно неплохо. Потенциал в этом мультике есть. Но мне кажется, нужно все-таки прикладывать больше усилий. Тогда будет гораздо интереснее. Следующий мультфильм. Что-то про войну. Кстати, здесь очень приличные движения фигурок. Нужно поработать с цветокоррекцией. Все такое туманное, блеклое. Ну вот камера двигается, экшн-камера. Как я ее называю, с ней нужно уметь работать. То есть это не просто мотание туда-сюда. Рекомендую с этим немножко поработать. Выстрел, футажик есть. Что бросается в глаза, когда мини-фигурка стреляет, она неподвижна. Такого не бывает, согласитесь. Все-таки есть какая-то отдача от оружия. А так, по большому счету, для такого коротенького мультика все вполне прилично. Следующий. Ну, заставка, конечно, якобы чумовая. Но вообще не подходит к мультику. Звездные войны. Кадр мигает, фигурки дергаются. С этим надо бороться. Все, дальше смотреть не буду. Следующий мультик. Картинка приятная. Очень неплохие движения. Мультик снят в таком формате, в котором я на самом деле снимать не умею. Это такой детский стиль. Но технически здесь достаточно все, я бы сказал, даже безупречно. Единственное, что я здесь заметил, наверное, это недостаточное освещение фона. Там вот тени сзади видно. Ну, а так вполне даже очень прилично. Хорошая техника съемки. Анимаций много, это радует. Вот это мне нравится. Сиреноголовый. Картинка блеклая. Есть проблемы со светом, я думаю. И вот на фоне там листочками все закрыто. Но это видно. Тут надо какое-то другое решение принимать, наверное. Чтоб такого не было. Изображение телевизора достаточно слабо, скажем так, вклеено сам в телевизор. Видны края декораций, грязные детали. Если вы хотите что-то поместить в кадр, то уж будьте добры все это дело почистить. В ряде кадров идет смена света. Видимо, все-таки съемки происходили не вечером, а днем. И тут мигание есть. Оно не такое глобальное, не такое заметное. Но все-таки за этим надо следить. Опять-таки изображение компьютера вставлено достаточно небрежно в сам компьютер. В статичных сценах почему я их не люблю? Потому что это просто один кадр и аниматор никаких усилий для этого диалога, монолога он не сделал. То есть фигурки просто стоят и все. Да, можно немножко приблизить, можно удалить, можно немножко подергать кадр. Но это все равно видно, что это тот самый один кадр и все. То есть нужно менять ракурсы, нужно делать фигуркам какие-то движения. Причем не одной фигурки говорящей, а что-то на фоне у вас происходит. Тогда это будет гораздо интереснее. Я вот полистал по этому видео, пытаясь как-то ходьбу у них увидеть. Но все время фигурки стоят. Может мне не везет. По сути, да, движения здесь очень мелкие. Это хорошо. Хотелось бы у меня ходьбу увидеть. Ну, наверное, в этом мультике, наверное, нужно поработать со светом. Ходьбы, как таковой, я здесь много не увидел. То есть анимация это только рук. В основном тельце поднимается. Надо и головой крутить, и ходить, и чтобы все это было достаточно гладенько, гармоничненько. Трудно судить мне этот мультик. По большому счету это просто набор диалогов, наверное. Хотя на движение рук достаточно много потрачено было движение. Это хорошо. Не хочется никого обижать. Ну, да, на работа, но здесь что-то нечто среднее. Вроде как вот и уже не начальный уровень, но и есть над чем поработать. Это однозначно. Анимации хорошо видно в экшен-сценах. Когда тут кто-то бегает, что-то там стреляет, прыгает и так далее. Здесь экшена я на самом деле что-то не нашел. Следующее. Ну, картинка мне нравится. Домочек идет сквозь. Окна просвечивает задний фон. Видно, что у вас дом заканчивается. Нет у него задней стены. Мигает свет. Ходьба очень напряженная. По телевизору показывают кадры из мультика Brick Fantasy, как я понимаю. Причем эти кадры вылазят за размеры самого телевизора. Анимация рта не соответствует самому монологу. То есть человечек закончил разговаривать, а у него еще анимация рта происходит. Фигурка идет. А мы видим на стене человека, который все это снимал. Его телодвижение. Если смотреть глобально, то в принципе картинка приятная. Человечек ходит. Но какие-то технические моменты, как мигание, надо конечно убирать. Так, здесь еще мало кадров. На самом деле я не понимаю, это что? Запись какого-то чужого мультика что ли? Что это такое мне прислали? Но расскажу, что могу. Ну анимации какого-то начального уровня, но больших ошибок я не вижу. Кроме того, что просвечивает свет за декорациями, там внизу пластины. Кадров мало. Поэтому все достаточно дерганное. Ну, какая-то попытка экшн-сцены. В принципе, неплохо. Но не завораживает. Ну, я бы сказал, не то, что не завораживает. Даже не цепляет, честно говоря. Свет в кадре разный. Потому что, видимо, солнце вышло уже за окном. И подмигивание из-за этого. Ну, все начальные ошибки. Следующий. Сцена дергается. Фигурки там мгновенно перемещаются по территории. Это значит мало кадров. Скудные движения самих персонажей. Но тут нечего оценивать. Это начальный уровень. Честно говоря, думал, что на второй обзор ваших мультфильмов мне такой прислать не будут. Ну, как и предыдущий мультик. Мне не тот не понравился, не этот. Все это очень слабенько. Очень интересный эффект. Появился Ниндзя. Прикольно. Вообще, задумка интересная. Мне нравится. Но если хотите плавности, то нужно на каждое движение все-таки больше делать кадров. Тогда это будет смотреться гораздо более эффектнее. Но опять-таки проглядывается дрожание сцены и мигание света. Картинка блекленькая. Ну, возможно, так задумано. Но я бы сделал более контрастно, более ярко. По движениям персонажей, кстати, мне все нравится. Все хорошо у них. Дергается декорация. От этого желательно избавиться. И по свету, я так понял, в помещении более ярко. На улице более блекло. Мне кажется, это не совсем правильный выбор. Ну, оставим это на совести автора. Задумка, видимо, была такая. Смотрим следующий. Черно-белая картинка, стилизация. Даже в черно-белой картинке видно, что пластины грязные. Надо чистить. Собачка хорошо бежит, плавненько. Персонажи дергаются. Кстати, именно такая вот стилизация под черно-белое кино. Она дает некую возможность для того, чтобы сгладить все огрехи мультика. Но все равно видно. И кадры дергаются, и свет мигает. А фигурки, соответственно, дергаются. Потому что маловато кадров. Мне кажется, я вообще ничего нового не сказал в этом видео. Все практически то же самое, что и в предыдущем видео. Так, ну, это полная беда. Даже не знаю, на что здесь смотреть. Видно занавески в комнате, где все это снималось. Анимация, опять-таки, первоначального уровня. Переходим к следующему. Есть властелин колец. Попытка работать со светом. Это хорошо. Достаточно богатые движения у фигурок. Хромакей не очень хорошо сделан. И такое чувство, что мультик снят немножко для другой скорости. И его тут замедлили. Вообще, картинка приятная. Мне нравится. Тут уже можно говорить, что завален горизонт. То есть, все как-то криво, да? И последний на сегодня мультик. Это, короче, тест анимации. По шагам вижу, все хорошо. Ну, и, соответственно, мигает свет. Ну, как тест неплохо, только увеличить. В 2-3 раза будет все хорошо. Итак, ну, спасибо всем, кто прислал видео на сегодняшний обзор. Если глобально, мне понравился этот первый мультик про метро. Да, там есть потенциал, хорошая работа со светом. Но достаточно скудные анимации, как это ни странно. То есть, визуальная картинка смотрится очень хорошо. Если она вот не блеклая, вот в каких-то моментах, да? Мне очень понравилось. Вот, но потенциал, повторюсь, есть. И мне кажется, там атмосфера задается. Вот. И мне понравился еще про Властелин колец мультик. Тоже хорошая атмосфера. Неплохая работа вообще по движениям фигурок. Неплохая работа со светом. Еще мне понравился мультик про ограбление, кажется. Хорошая картинка, много движений. Ну, вот. Это не совсем мой стиль. Но технически мне понравился. И я желаю всем удачи, творческих успехов. И я надеюсь, как я думаю и все остальные, что мы увидим скоро более качественные работы. Всем спасибо, кто смотрел меня. Всем удачи. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал Игорь Негода.